Приветствую, меня зовут Солдат. Да, странное имя, но мой отец был военным и всегда хотел, чтобы я пошел по его стопам. Поэтому настоял на таком имени своего сына. Как по мне, довольно тупая идея, и я всячески пытался всю свою сознательную жизнь откосить от армии. Но с приходом в наш мир пришельцев и началом Вселенской войны, все парни были призваны в военкомат, и моя справка о плоскостопии не смогла уберечь меня от столь мрачной участи. Мне ничего не осталось сделать, как принять свою судьбу и вступить в ряды защитных сил Земли. Первым, что мне показалось необычным в моих ежедневных тренировках, мой наставник, который постоянно бегал за мной по пятам с камерой в руках. Я всячески пытался отвлечься, ходя в тир, дабы не забивать мозги мыслями о том, что мой тренер голубых кровей. Но мои опасения подтвердились, когда я обнаружил вот это видео на ютубе. Я попытался поговорить с моим наставником, выяснить, что за дичь я увидел в сети, но внятных объяснений от него так и не удалось получить. Гигантские муравьи, созданные пришельцами, ворвались в наш штаб и начали всех убивать. Видать, родился я в рубашке, так как вовремя подоспевший отряд наших воинов спас мою задницу. К сожалению, это спасение не распространилось на ютуб-видосике с моим участием. Что ж, придется смириться и просто пережить навалившийся на меня хайп. Но недолго мне пришлось испытывать чувство стыда. Местные новости сообщили, что нападение муравьев на наш штаб было лишь началом. И вскоре мы были мобилизированы на войну. Это была жестокая битва. Пилоты наших мехов не могли сражаться, так как они забыли свои правоводители категории «Ж» у себя в казармах. И пока они бегали с документами, десяток наших ребят покинули армию навсегда. Благо, что в мои руки попала винтовка. И благо, что я хорошо попадал по этим мерзким насекомым. В очередной раз мне повезло уцелеть в крововой бойне и продержаться до прихода пилотов. Ужасы того дня еще долго будут преследовать меня в кошмарах. Затишье, к сожалению, продержалось недолго. Я лишь успел подремать, как в очередной раз был разбужен визжащей сиреной, оповестившей мой сонный разум о надвигающейся тревоге. А оказавшись в городе, мы с ребятами чуть не поймали бледного. Над нашими головами проплыла невероятных размеров космическая база пришельцев. Которая в следующий момент уже начала выпускать на волю роль летающих тарелок. Их было так много, что на улицах города резко потемнело. А у нас из оружия были лишь винтовки. У кого у нас? У таких же, как и я, новичков. Кто был пошустрее, урвал себе и пушку покруче. Мне лишь оставалось ожидать врага и сожалеть о своей участи. Так как я понимал, что винтовка против космических кораблей не сможет справиться. В первые секунды боя я наблюдал, как женские отряды с реактивными ранцами и уберлазерами крошат в труху вражеские корабли. Я видел, как ребята, закованные в броню, важно и неспешно перемещались, словно в боевых мехах, расстреливая нападающих из сверхскоростных пулеметов. И даже у инженеров были турели, защитные поля и гранатометы с детонирующими бомбами. У меня же была металлическая рогатка. Никак иначе назвать эту винтовку, у меня язык просто не поворачивался. Но мои сомнения начали таять, как только я всадил несколько патронов, прилетевшие на ближайшую парковку НЛО. Тарелка, как будто сделанная из жести для консервов, тут же потеряла управление и рухнула на землю. Я поверить не мог, что моя рогатка, из которой я недавно убивал насекомых, также хорошо крошит высокие военные технологии пришельцев. Окончательно я убедился в том, что оружие лучше и не найти, когда вокруг меня начали замертво падать летающие девочки и крепкие инженеры. Ни совершенные оружия, ни реактивные ранцы не смогли им спасти жизнь. А вот моя боевая подруга уже положила сорокового противника. Но как бы хорошо я не стрелял, и как бы много НЛО мы не уничтожили, их рой все пополнялся и пополнялся свежими силами. Казалось, пылающий ад в аккомпанементе скрежущего металла будет длиться бесконечно. Где все эти танки, боевые роботы, которых я видел ранее? Куда все запропастилось, твою мать? И тут какая-то писька вылезла у материнского, а возможно отцовского, корабля пришельцев. Зеленый луч смерти ударил землю, и в мгновение превратил несколько кварталов в пыль. Это было ужасно. В суматохе я потерял свою винтовку, но каким-то чудом в мои руки попала снайперка. Боеприпасов нашлось тоже немало. Удача, что тут сказать. Я вскинул ее к плечу, прицелился и офигел от ее поражающей силы. Чертовка пробивала корпуса вражеских кораблей, как палец в туалетную бумагу. Один выстрел, одно уничтоженное НЛО. Кажется, я сегодня еще смогу выжить. Наверное, на небесах кто-то замолвил за меня словечко. И спустившийся сверху танк кардинально изменил ситуацию в нашу сторону. Как только я занял место водителя, оказалось, что танком управлять не сложнее, чем моим старым мопедом. За неимением толковых танкистов пришлось мне везти боевую машину в атаку. После столь ужасающей зарубы, моя одежда пропиталась потом. А возможно, так пахнет страх. Да кто из нас бы не испугался, попади он в такие условия. Вот и я решил немного переодеться после принятого душа. Как выяснилось, пока я мылся, все формы темных тонов быстро разобрали. Пришлось довольствоваться тем, что было в наличии. И не успел я погладить свои шнурки, как на базе снова завопила тревога. Ребята, если вам понравились приключения нашего солдата, отсыпьте лайков и комментов под видео. А я для вас постараюсь поскорее выпустить продолжение о защитниках земли. С вами был Шаман. Паакеда!